Вот смотрите, все религиозные заповеди, каноны, они записаны какими-то конкретными людьми. Очевидно, что у этих людей наверняка есть какие-то свои корыстные мотивы, мы сейчас их не рассматриваем. Но зачем же тогда говорить, что религии идут от Бога, когда они идут от людей? Очень простой ответ. Возьмем Моцарта. Какая бы была корысть? Он просто творил музыку. Он вставал утром и слышал мелодию. Откуда взялась эта мелодия? Записал он. Немножко квалификация была такая. Да, и мы видим очень часто, что творческие люди как бы рожают потрясающие произведения, и при этом они сами не понимают, как они это создали. Есть так называемые откровения. Поэтому пророки приходили, их наказывали, потому что люди не принимали то, что через них может говорить Бог. Возьмем Моисей. Но Бог через него говорил и давал потом подтверждение, развернув океан и так далее. И вифману небесную. И так или иначе, пророк должен быть подтвержден через свои действия, через необычайные явления. Тогда мы понимаем, что этот человек уполномочен Богом. То есть он должен какие-то фокусы показать? Не фокусы, а не обычные деяния.